добавляем арене все господи иисусе христе с ней боже помилуй с богу благослови я хотел вот эту вот ягодку еще добавить это каренда или как мы узнали она называется ёшта у нас сегодня целый праздник нас сегодня бабушка пирожками угостила тут соседи булочками угостили прям и мед у нас нет наш держи кстати есть еще он соты если кто хочет суток тоже ну там сладкий так и сильно так ну-ка назад про этот поешь смотри я хотел спросить у вас кто-нибудь помнит вот сейчас увидел тиши подожди я хотел спросить не кушать помните нет где про мед в библии скотну упоминается зовите учеников повысил них есть у вас дети какая-нибудь пища когда он у них попросил смысле после воскресенья как воскрес были в доме и он попросил их и ты сказал есть у вас как они пищи они дали ему и чатами и часть сотового меда а ты запомнишь где-нибудь ну когда шумшум шум шел ну он же метел там лев но он набросился на него и ну победил его потом обратно пошел а потом опять приходит посмотреть на череп в черепе мед было он он убил льва потом шел обратно и увидел что там там я не знаю где там какой части тела в общем эти пчелы пчелы и уже там мед уже значит натаскали туда соты там вот он взял и ел и там еще пришел угостил но правда не сказал откуда его взял вообще кстати весьма странно что пчелы где-то в каком-то трупе ответишь и чем можешь вспомнить помнишь где мед про мед еще говорили ян креститель что ел вот он ел значит акриды и дикий мед жил достаточно как по-монашески сурово вот ну потому что великий пророк был нового завета уже кто знает мед так как добывается откуда он появляется делают мед так быстро да там на самом деле такой сложный процесс вообще пчелы это удивительное создание божие ну как вот это насекомое насекомым относятся насекомые которые живут колонии то есть семейно у них есть матка там главная пчела вот есть труд не которые не работают только едят мед ну у них другая функция вот есть рабочие пчелы вот там по моему рабочая пчела срок жизни и 30 дней то есть она достаточно коротенько живет и за это время она успевает натаскать нектара там они это перерабатывают значит заботятся о матке там о молодом поколении так далее вы кстати если вы не знали что наша получается моя бабушка ваша прабабушка вот она была тоже пчеловодом но я сейчас вам расскажу как делается мед вообще прям как эти пчелки там все как мед извлекают из улика как он до нас доходит вот уже в таком виде готова мы все рассказываем а а и 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 Вот уже к зиме приготовились, все запечатали, вот так Сейчас будем чел убирать и на откачку понесем Ого, какая забитая Они такие должны быть, опечатанные Слушай, может быть, что она мне забралась сюда, нет? Да у меня там резинки снизу, ладно А почему ты вон ту оставил? Вот две оставил Почему мы потом заберем их? Ага Я просто оставил, чтобы удобнее было Угу 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 все мне тоже нравится пасеку снимать если честно я иногда фотографирую снимаю крайне редко когда очень красиво зимой раз посмотришь помнишь по-хорошему такие рамки самые хорошие самые качественные мерзвы когда они почти позже Дальше Все хранятся лучше? Он весь хранится одинаково Если только он настоящий У них, наверное, надо бы часть забрать Особенно, которые не подлежат зимовке Ну-ка на солнце, ну-ка посмотри, есть засев? Да, есть засев, вон однодневный разнообразно. Ой, ой как красиво. Видишь, они её уже сверху к зиме приготовили. Давай какую-то крайнюю мёдную вытерем. Ну да, крайнюю, это не вот с этой стороны. А что, им бассейн-то знаешь? Бассейн. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 дают нам мед так скажем как бы собирают вроде как из ниоткуда вот но с каждого с маленького цветочка с миллионов цветов собирает вот получается такой металл я что хотел сказать вообще всегда благодарите бога что мы живем в тихое мирное время и никогда голодный спать не ложимся потому что у нас есть все и мёд и вот смотри летом кто рвал ягоду рвали ягоду назарвал ягоду а ты в тиша рвал да ну вот видишь вроде как тяжело да было а смотри сейчас вот сидим нашу вот надо было в этот потрудиться тоже съездить вроде как жарко там и комарики кусали зато мариша всю зиму будем сами кушать уже сколько угостили людей то может быть еще кого-то угостим уж приятно но кто-то не имеет возможности но это самое наше фирменное варенье так скажем деревенская наша деревня вот тоже ягода такая она не всегда бывает вот в этом году господь дал что она у нас было очень много ну что а что же касается до меда то наш мед разнотраве с наших алтайских полей его можно приобрести у нас значит наши контакты там ссылки я не знаю все будет в описании к этому ролику и вообще на нашем канале есть контакты телефоны там можно выйти на нас и не значит обсудить приобретение меда нашего вот который мы едим ну там и в малых и в больших партиях это все обсуждаем высылаем поработаем с перевозочной компании пэк очень хорошая компания мы довольны значит как заказа собираем в каком-то количестве выезжаю в город отправляю то есть понятно там за каждой баночкой не езжу ну как-то вот так вот так что кушайте натуральное оздоравливайтесь и чтобы все было и да и все все было во славу божию и